И сегодня я скажу такую вещь, которую, наверно, никто не говорит. Я скажу, что мы сегодня нуждаемся в наставлении, а мы нуждаемся в на всех наставлении. Если у вас есть какие-то ошибки, покажите наши ошибки. Хафиз Ибн Кафир, он в своей книге Аль-Бидают Ван-Нихая и другие ученые в других известных исторических книгах он приводит, что Маулит, первый, братья, Маулит появился в четвертом веке по хиджре, по исламскому летоисчислению. В четвертом веке. То есть после смерти имамы Шафии через 200 лет. Через 400 лет после переселения посланника Аллаху Салли Аллаху Алисалам из Мекки Мегину. Хафиз Ибн Кафир, он что говорит, откуда его взяли этот Маулит? Первые те, кто сделали это Маулит, это были, говорит, Аль-Карамита Мин-Аль-Фатимия. Мин-Аль-Фатимиюн. Это были карамиты из секты фатимидов, то есть шииты. И Хафиз Ибн Кафир, он добавляет, он говорит, они были известны своей мерзостью и нововведениями. И мы знаем исторически, что фатимиды, вот эти карамиты, они всегда воевали с мусульманами. Они всегда воевали с мусульманами. Они всегда сотрудничали с крестоносцами, с христианами во время Саляхуддин Айуби, во время других полководцев. Всегда сотрудничали, брали от них деньги, всегда покушались на наших амиров, на наших правителей, славных, известных правителей, которые очищали эту землю от крестоносцев, они им помогали. Мы знаем, что это именно карамиты, это те, которые захватили Каабу, забрали оттуда черный камень и сделали свою Каабу на территорию, если я не ошибаюсь, Амана или где-то. И именно они, те, кто был в хаджи, мы знаем, что этот черный камень, хаджи Асад Ма'джун, он как бы скреплен, они его поломали на несколько частей, потом мусульмане его обратно в серебряный обруч, одели его в серебряный обруч. Пока не забрали от них эти мусульмане, опять не отвоевали этот черный камень. Эти карамиты, откуда они нашли этот Маулит? Карамиты, будучи, находясь в Мисре, на территории Египта, часть населения которой являются коптами. Копты – это христиане, ортодоксальные христиане, близкие к православным, практически одно и то же. Вот эти копты, они видели, что копты постоянно справляли Рождество Христово, о том, о чем мы сегодня сейчас говорили, о том, что сейчас приходит. И эти карамиты, они говорят, если они постоянно делают Маулит на Ису, то почему бы нам тоже не сделать Маулит? И как вы думаете, на кого они сделали первый Маулит? На Пророка? На Али? Нет. Нет. Первый Маулит они сделали на Хусейна, потом на Али, потом на посланника Аллаха. И после этого остальные слабые мусульмане через какое-то время, через века, они взяли от этих заблудших карамитов Аль-Бат-Иния, в котором все ученые сказали, что они являются неверующими кафирами, эти карамиты, именно эта секта, взяли от них этот Маулит. То есть Маулит, первый Маулит пришел он в четырестом году, именно взятый от христиан. А мы же о чем говорили? Мы говорим, Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, говорит, «Ман ташаббаха бикав мин фаго мин хум» Кто уподобляется какому-то народу, то он из них. Карамиты уподобляются христианам, а наши невежественные мусульмане уподобляются этим карамитам. И вот этот праздник Рождества Мухаммада, то есть Маулит на Пророк салислам, он взят оттуда, основа оттуда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Те, которые сегодня хадисы говорят, если кто накроет, тому то-то, то-то в раю накроет, если кто-то там позовет, того там то-то, то-то. Абубакр сказал это, насчет Маулида, Усман сказал это, Умар сказал это. Али, эти все хадисы, братья, не то, что они не являются слабыми. Эти хадисы, они даже отсутствуют в книгах среди придуманных хадисов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok